Рижский окружной суд снизил штраф, наложенный Национальным советом по электронным СМИ на портал ТВНЕТ в связи с использованием слова «депортация» до 3000 евро. В прямом эфире программы ТВНЕТ «Кто вам платит?» 29 марта ведущие Эрика Сташкевич и Вадим Родионов интервьюировали депутата Сейма от партии с табилетатой Алексея Росликова. Говорили о выборах президента Латвии. Речь в передаче шла о судьбе граждан Российской Федерации и Беларуси с постоянным видом на жительство в Латвии, а также о необходимости для первых пройти проверку на знание латышского языка, чтобы переоформить статус и сохранить вид на жительство. В эфире прозвучало слово «депортация». Учитывая, что ТВНЕТ-группа ранее не подвергалась штрафам, суд счел штраф слишком суровым и смягчило его, придя к выводу, что цели штрафа могут быть достигнуты при назначении менее строгого наказания. По мнению Рижского окружного суда, выводы городского суда были верны. А именно, что во время интервью журналисты не обеспечили объективное и нейтральное изложение фактов, связанных с законом об эмиграции. С судом согласен глава Национального совета по электронным СМИ Иварс Абулынч. ТВНЕТ и журналист Вадим Родионов грубо жестоко нарушили закон об электронных СМИ. Утверждалось, что Латвия планирует насильственно и незаконно выбрасывать людей за пределы страны, по сути, совершая военные преступления. В постановлении ясно сказано, что штраф не был наложен за использование слова «депортация». Это дезинформация. Я призываю журналистов перестать распространять эту ложь. Штраф за конкретные нарушения. И мне очень жаль, что ТВНЕТ продолжает распространять этот нарратив. Сегодняшнее решение окружного суда – угроза и даже ограничение свободы слова, говорит главный редактор ТВНЕТ Томс Островскис. И если изначальное решение Национального совета по электронным СМИ его не удивило, то вот решение суда совсем наоборот. Слова одного из ведущих программы, фактически реплика или риторический вопрос о том, в чем смысл массовой депортации и какой это создает образ для страны, суд посчитал, что этот риторический вопрос может быть истолкован так, что любой русскоговорящий в Латвии, в том числе и граждане, должны бояться. Судьи, очевидно, незнакомы с Конституцией, с законодательством, потому что считают, что это следует воспринимать буквально. Теперь журналисты ждут развернутого постановления от суда и думают обращаться в Европейский суд по правам человека. На мой взгляд, это серьезный прецедент, который может иметь разрушительные последствия для других СМИ и журналистов, если им не позволят произносить определенные слова. Будь то риторический вопрос, ответ на что-то сказанное интервьюированным – это неприемлемо. Ранее ряд экспертов и политологов также публично осудили решение Национального совета по электронным СМИ в отношении ТВНЕТ, назвав его покушением на свободу слова. Юлия Абита, Ингус Грауденш, Русал Сэм.